МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По словам Порошенко, предварительные результаты расследования подтвердили, что лайнер сбила российская ракета из системы БУК-М. Ее завезли из России на Донбасс вместе с экипажем. Порошенко отметил, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР должны быть признаны террористическими организациями. Тони Эбботт, в свою очередь, поблагодарил украинскую власть за помощь в расследовании катастрофы. Украина сделает все возможное, чтобы международное расследование катастрофы рейса MH17 завершилось как можно быстрее. Мы не видим никаких причин для откладывания и затягивания расследования. Ответственные за эту террористическую атаку должны понести наказание. Мы должны знать их имена. Предварительные результаты расследования катастрофы рейса MH17 показали, что этот террористический акт был совершен из ракетной системы БУК-М боевиками в Донецкой области. Президент Украины Петр Порошенко с супругой посетили австралийский военный мемориал. Президентская чета возложила венок к могиле неизвестного австралийского солдата и почтила память погибших бойцов во всех войнах, в которых участвовала Австралия. Кроме того, глава государства с женой в сопровождении председателя Совета Австралийского военного мемориала вице-адмирала Кена Дулина и директора мемориала Брэндона Нельсона осмотрели мемориальные стены с именами погибших военных. Они также побывали у мемориальной стены с именами воинов украинского происхождения. В конце визита лидер Украины с супругой поставили свои подписи в книге почетных гостей мемориала. Петр Порошенко вместе с супругой Мариной посетили в Камбере национальный мемориал памяти жертв Голодомора. Президентская чета возложила венок к монументу. Также Петр и Марина Порошенко помолились в украинской церкви и посетили часовню музея, построенные к тысячелетию укрещения Киевской Руси. У мемориала главы государства ожидали представители украинской общины в Камбере. Президент пообщался с ними и поблагодарил украинцев за то, что они поддерживают отечественную культуру и традиции в Австралии. Вы очень сильно помогаете Украине. И украинцы сейчас объединяются по всему миру. Это чувствуется. И мы очень ценим это. Мы знаем, что наша солидарность поможет победить врага и преодолеть агрессию. Защитить нашу независимость. Защитить наш суверенитет. На Донбассе за сутки двое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр АТО. Боевики не соблюдают режим тишины. Банформирование шесть раз обстреливали позиции украинских военных и стрелкового оружия. Накануне днем наблюдалось затишье. Однако в темное время суток усилились провокации со стороны террористов в районе населенных пунктов счастья Пески, Майорск, Чернухино. Очередной раз был атакован Донецкий аэропорт. Почти тысячи украинцев освободили из плена боевиков на востоке страны. Об этом заявил глава СБУ Валентин Наливайченко в эфире одного из телеканалов. По данным ведомства, на волю вышло 964 человека. Еще 684 находятся в заложниках у террористов, а 1664 числятся пропавшими без вести. Наливайченко напомнил, что Украина настаивает на том, чтобы освобождали в формате всех на всех. Напомню, украинская страна содержит под стражей 223 человека, причастных к совершению преступлений на востоке страны. Помощник Генсека ООН по правам человека Иван Шманович прибыл в Украину с официальным визитом. Политик приехал в нашу страну для оценки ситуации в области прав человека. В планах Шмановича встретиться с рядом правительственных чиновников и представителей гражданского общества Украины. Он также планирует посетить восточные регионы страны. Одной из приоритетных тем визита дипломата станет проблема социального обеспечения жителей Востока Украины. А помощник Панги Муна проведет 15 декабря пресс-конференцию в Киеве. Сенат США принял акт о поддержке свободы Украины, который предусматривает военную поддержку Киева и введение санкций против России. Согласно законопроекту, президент США имеет право поставлять Украине военную технику, в первую очередь противотанковое и бронебойное оружие. На эти цели в следующем году правительству Соединенных Штатов разрешено истратить 350 миллионов долларов. Также Барак Обама сможет вводить новые ограничения против российских корпораций, таких как «Газпром». Кроме того, США отныне наделены правом покупать и транспортировать экстренные запасы топлива для нужд Украины, в том числе посредством реверсных поставок газа из Европы. Законопроект не носит обязательного характера, однако в Сенате считают, что Обама, скорее всего, подпишет этот документ. Появилось видео перехвата истребителями НАТО российских Су-34 над Балтийским морем. Кадры опубликовало Министерство обороны Нидерландов. Российские самолеты проигнорировали требования идентифицировать себя и были перепровождены в район Калининградской области России. В Альянсе заявляют, что военная деятельность Российской Федерации значительно усилилась в течение последних нескольких месяцев. Это потенциально опасно и может стать дестабилизирующим фактором, если международные нормы соблюдаться не будут. Украина в преддверии реформ. Стартовать новое правительство планируют с изменений судебной системы. С одной стороны, это обеспечит реализацию остальных реформ. С другой, еще на шаг приблизит страну к Евросоюзу. Соответствующий план изменений отечественной Фемиды накануне в парламенте анонсировал премьер-министр Арсений Аценюк. Чего ожидать от нового закона о судоустройстве и статусе судей, расскажет Юлия Боднар. Полная переаттестация 9 тысяч украинских судей. Это одна из ключевых составляющих нового закона о судебной системе. Кроме этого, активно говорят о специализации судов и передаче большей части вопросов на рассмотрение местных Фемид. Создать не четырехзвеневую, а трехступенчатую судебную систему. И сделать все для того, чтобы украинские граждане имели непосредственный доступ к суду. Чтобы не в Киев ездили для защиты своих прав, а чтобы местные суды имели весь объем необходимых полномочий для решения соответствующих споров. Немаловажно устранить политическое влияние на судебную систему, говорят правозащитники. Она должна функционировать вне всяких давлений прокуратуры и чиновников. Идеальный вариант – это контроль гражданского общества. Также новая реформа призвана вернуть Верховному суду право высшей судебной инстанции. Мы предлагаем, это тоже наша позиция, решить Верховную Раду всякого участия в процессах назначения судей и увольнения. И предлагается установить порядок, согласно которому Высший Совет Юстиции является единственным независимым органом судоустройства. Ответственным за решение всех вопросов отбора карьеры ответственности судей. На пути реализации судебной реформы иностранные правозащитники предлагают свою помощь. Консультации с грузинскими коллегами, которые успешно повороли коррупцию и создали прозрачные суды, уже начались. Мы полностью открыты и с удовольствием примем украинских коллег на любом уровне, чтобы показать, что было хорошо, в чем возникли проблемы и как это можно исправить. Говоря об изменениях судебной системы, в Министерстве юстиции акцентируют, для начала необходимо увеличить возрастной цен судей минимум до 30 лет и закрепить необходимость стажа работы в отрасли права до 5 лет. Такая совокупность действий существенно поможет обеспечить верховенство права в стране. Юлия Боднер, Владлен Ноль, БТБ. И далее о том, какие события ожидаются сегодня в Украине и мире. Увидимся. В Верховной Раде заслушает отчет председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. О первых шагах на должности министра здравоохранения Украины и реформирования медицины расскажет глава ведомства Александр Ковитошвили. В Киеве состоится открытие фото-выставки «Тим Юкрейн». Собранные на мероприятии и средства направят на покупку аптечек для спортсменов, воюющих в зоне АТО. В Риме состоится всемирный саммит лауреатов Нобелевской премии мира. Каждый год в этих саммитах участвуют нобелевские лауреаты и видные мировые деятели, которые активны в социальной, научной, политической и культурной сферах. Субтитры создавал DimaTorzok